В этом видео мы сравним привычные нам бытовые вещи с их аналогами, сделанными из конструктора Лего, и посмотрим, насколько реально их использование. Кровать – одна из самых приятных вещей в доме. Благодаря ей мы можем хорошо отдохнуть и восстановить силы. Но сможет ли человек спать на кровати, которая будет полностью сделана из пластиковых кубиков? Возможно, ответ очевиден. Все знают боль от ситуации, когда под ногу попадает деталь Лего. В этот момент мир замирает, и кажется, что с вашей стопой можно попрощаться. А спать на такой опасной поверхности кажется вообще невозможно. Но это только в теории. Как же все на самом деле, мы сейчас и проверим. Давайте сделаем кровать, состоящую полностью из конструктора Лего, и проверим все ее свойства. Время приступать к сборке. Для этого нам понадобится очень много кубиков. Для начала следует определиться с размером кровати. Для этого я соорудил длинную полосу из кубиков. Затем лег возле нее, чтобы сравнить длину. Вроде бы то, что нужно. Поэтому можно сооружать каркас. Думаю, данной площади должно хватить для сна. Заполнять все внутреннее пространство будем с помощью пластин, коих у нас огромное количество. Но перед этим мы решили их отсортировать, чтобы в дальнейшем строительство было более эффективным. Теперь пластины отсортированы по размерам. Можно продолжать строительство кровати. Ну вот, основание кровати готово. Она у нас будет в японском стиле, то есть практически находится на полу. Но чего-то не хватает. Для удобства также из конструктора мы соорудили и подушку. Кровать полностью готова. Первые испытания показали, что она выдерживает мой вес. Значит, можно приступать к эксперименту. Я постараюсь провести целую ночь на этой конструкции и оценить все ее качества. Когда мы закончили делать кровать, был уже поздний вечер. Поэтому мне хотелось спать. Приняв положение лежа, я потихоньку начал засыпать. Что в итоге у меня и получилось. Во время сна не покидало чувство тревожности. И организму явно казалось, что происходит что-то не то. Спать удавалось только лишь на спине. Потому что при перевороте на бок изменялось распределение веса. И вся основная нагрузка шла на бедра и плечи. А учитывая, что вся поверхность покрыта лего-пинами, появлялось еще и неприятное ощущение покалывания на коже. Сон на твердых поверхностях, конечно, в некоторых случаях может быть полезен. И по твердой поверхности имеется в виду более жесткий матрас, а не пластик. Во время сна позвоночник человека должен находиться в естественном положении. Когда мы спим на умеренно мягкой поверхности, она принимает форму нашего тела. И нагрузка на позвонок и поясницу становится минимальной. Во время сна на твердой поверхности основная нагрузка приходится на поясницу, что нарушает качество сна. Мне удалось проспать около полутора часа. Затем я проснулся и заснуть уже не получалось. Также начала появляться боль в спине. Независимо от этого, я решил продолжить эксперимент. И мне на удивление, снова удалось заснуть. Такой прерывистый сон для организма человека достаточно опасен. И даже способен вызывать такое явление, как сонный паралич. Сонный паралич – это ощущение, когда человек в сознании, но при этом его тело парализует. Возникает при переходе человека между стадиями бодрствования и сна. Во время этих переходов человек может быть не в состоянии двигаться или говорить от нескольких секунд до нескольких минут. У некоторых людей это явление может сопровождаться галлюцинациями в виде различных потусторонних существ, которые могут изрядно напугать. Подстегивающим фактором испытания мной этого дивного феномена является то, что я сплю в данном случае на спине. По статистике, в большинстве случаев, испытавшись сонный паралич, люди спят на спине. Но со мной, к счастью, ничего такого не произошло. Правда, через полчаса я проснулся от жуткой боли в спине. Было ощущение, что я чувствую каждый пин, проникающий мне в кожу. На этом кадре вы можете увидеть, какие следы оставляют пины. Я решил закончить этот эксперимент, потому что дальнейшее время провождения на кровати из Лего вызывало бы страшные мучения. Все же, кровать из Лего – это одна из самых худших идей, которая может прийти в голову. Хуже, наверное, только спать на гвоздях или битом стекле. Чтобы избежать последствий наступления на кубики Лего, люди обычно надевают обувь. А если сделать саму обувь полностью из коварных деталей, возможно ли будет ей пользоваться и насколько это больно? Сейчас и проверим. Берем кубики и приступаем к сборке. Шедевральная обувь, которая может позавидовать мировые бренды. Попробуем же ее надеть. Немного разваливается, но всегда можно починить. Как раз мой размерчик. Попробуем же пройтись. Не самое удобное, что я носил, конечно, но ходить можно. Так как пластиковая подошва очень жесткая, во время ходьбы стопа не может естественным образом изгибаться, что мешает комфортной ходьбе. Ощущение, что ходишь в каких-то лыжах. А как насчет прыжка? Такого испытания они выдержать не смогли. Зато, если кто-то захочет наступить вам на ногу, то он точно об этом пожалеет. Обувь из лего вряд ли хороший аналог привычной обуви, но в экстренных случаях, возможно, и пригодятся. Часто нам нужен источник света, чтобы заниматься своими рутинными делами, когда наступает вечер. Чаще всего такой вещью оказывается настольная лампа. Давайте попробуем повторить ее. Использую лишь конструктор лего и вот такую лампочку с проводом. Для начала выстраиваем основание лампы, чтобы закрепить лампочку с патроном. Затем же нам понадобится соорудить абажур. Взяв на вооружение необычную технику строительства, получилось создать вот такой цилиндр. Ну вот, настольная лампа из лего готова. А во включенном состоянии создается прямо-таки магическая атмосфера. Действительно, хорошая вещь получилась. Ей и вправду можно пользоваться, как и обычной. Она ничем не уступает магазинной, и даже если перегорит лампочка, ее можно будет с удобством заменить. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Также по ссылке в описании можете перейти в наш магазин. Там много чего интересного. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok